Всем привет! Сегодня мы у нас на новом году, ну как, сегодня 31 декабря, и случилось так, что мы будем праздновать этот день с тайской семьей. На самом деле, в тайце, в принципе, Новый год проходит в апреле, то есть у них сейчас будет, в апреле будет 57-й год, но вроде как лет исчисления, а также 31 декабря, ну вот как у нас, меняется. Ну и у них всегда любой повод посидеть с семьей, покушать, они такого шанса никогда не упустят. И поэтому они сегодня проводят Новый год вместе с нами, или мы проводим вместе с ними. Сейчас мы пойдем к нему готовиться, они там уже что-то готовят, какую-то еду, мы посмотрим вообще, что тайцы едят на Новый год. Вот, тут уже музычка в Человине, люди. Так что мы пойдем посмотреть, что у них вообще там готовится. А пойдем на это, на кухню сходим. А, курочки посмотрим барбекю. Как нам показалось, барбекю это такое традиционное праздничное блюдо, да, то есть делать какие-то шашлычки. Вот сейчас вот целые курочки запекаются на гриле, и они просто... Ой, они так вкусно пахнут. Очень вкусно пахнут, и там... Они прям запекаются полностью, то есть потрошки вытаскиваются, запекаются отдельно. А целая курочка вместе с головой, вместе с ногами, ну, как бы поливается маринадом, и тоже печется прям на угольках. Мы на кухню идем. Мы на кухне. В общем, тут уже все готовится для салата. И здесь нудно? Нет, нет. Салат. В общем, тут салатики, они что-то такое готовят, там уже все надрезано. В салате, так поняла, что будет фунчоза. И, короче, всякие разные колбаски, это все будет в салате. Тут, конечно, куча-куча лайма всегда. И Ирис... Ирис Галангал? Каа. Калангал? Короче, вот так вот. О, что это такое? Ирис Ониен. Ониен. Варинованные лучшечки. В общем, это все будет в салате. Или спайси. Обязательно спайси. Can I help you cooking? Cooking? Yeah. Мама. You're not cooked. Короче, это... Ну, у Тайцев все делается очень быстро. Ты просто берешь все, перемешиваешь, и вот это готово на вкусная еда. Вот. Мы пойдем, я не знаю, посмотрим что-нибудь еще. А вот... Суп? Суп? Окей. With pork? Супик со свининой. Пытается в суп? Это не как у нас суп, то есть в основном это бульон с кусочками мяса, там с кусочками овощей. У нас суп просто это вот, наверное, короче, салат, заправленный водой чуть-чуть, просто, чтобы он был чуть-чуть пожиже. А у них это, ну, просто очень много бульона, и там плавают овощи, мясо, и все нарезано очень маленькими кусочками, чтобы было удобно кушать. Китайский суп. Тут куча всего. О, тут свинина прям. Это, я так понимаю, что это ушки и рыбка. Тут стоят всякие маленькие подарочки, написаны, подписаны имена на тайском. Традиционно, с красивыми бантиками, в общем, все в принципе, как у европейцев. Мы купили от себя тоже подарочки, но мы взяли конфеты шоколадные всякие, от Хершес, там еще какие-то шоколадные конфетки. Ну, так как мы знаем, что тайцы такие прям большие сладкоежки, мы думаем, что молочный шоколад им будет в радость. Вообще, как бы, этот ужин, нас позвали сюда, как жители этого домика, и вроде как нам все здесь бесплатно. Вот, но мы скидывались по 300 бат на какие-то типа подарки. То есть, есть уже готовые подарки, запакованные. То есть, они куплены в магазине, уже запакованные подарки, и вроде как неизвестно, что там, и мы просто будем ими обмениваться. Вот, я не знаю, ну, верно ли я поняла, тайский, английский, вроде как это должно быть так. У тайцев, когда они готовятся к какому-то торжецу, это не так, как в России. То есть, в России мы вот там встаем в 10 утра и начинаем фигачить салаты, там что-то еще делать. Тут, конечно, тоже нарезаются ингредиенты на кусочки, на мелкие. У тайцев просто, в принципе, все делается быстро, да. То есть, стоит какой-то суп, самый простой варится, на гриле лежат типа наши шашлыков. Время сейчас 5 часов, никто особо вот не парится, все расслаблено. Это не как у нас там, вот ты стоишь такая вся в бегудях, короче, в халате, один глаз накрашен, там на одной руке ногти сохнут, другой рукой ты там мешаешь какую-то пюреху, третий там стрижешь какой-нибудь салат. Тут не так, тут как-то вот прям все вот по-будистски, вот соба и прям расслаблено. Мы, наверное, уже потом, как соберется какой-то стол, да, праздничный, мы покажем, что на нем будет. Я так предполагаю, что горячая это вот там вот свинина какая-то есть, то есть будет курица жареная. В качестве гарнира, конечно, рис, какой может быть у тайцев гарнир, конечно, рис, вместо хлеба рис, вместо пюре рис, вместо гречки рис. И курица, по-моему, это их домашние петушки, курочки, они, ну как бы, они разводят своих кур, и они тут бегают такие постоянно, петухи каждое, ого, солнце, каждое утро орут, вот. Я так понимаю, что это вот сейчас они там запекаются. На самом деле они у них такие потянутые, спортивные, немножко жестковатые. Но с тем маринадом, с которым их готовят, вот я уже говорила, что с ними можно ноги съесть свои, наверное. Так что я думаю, что оно во всяком случае будет очень вкусно. Я спросила, могу ли я вообще чем-нибудь помочь, чем-нибудь приготовить, он сказал, что нет, вообще вот нечего полагать, потому что теперь они уже готовы, осталось там что-то намешать, смешать. Короче, релаксует у них, вот у них мусочка такая спокойная. Они тут сидят, кто-то уже там покупает лапшу, кто-то там, я не знаю, кто-то подметает, там каждый своим делами занимается, вот, и для нас это будет такой новый опыт. Тут, наверное, очень ярко сейчас, ну вот, там пригнали три лайнера, если Юра покажет, если, я надеюсь, что вам будет видно, на потом пригнали три больших лайнера, и в 12 часов тут будет просто какая-то бомба. Мы обязательно поставим камеру, заснимем все это, и я думаю, что вы увидите вот это вот живописное зрелище, которое будет здесь происходить. Мы останемся здесь, потому что отсюда открывается просто потрясающий вид, и как бы насладиться фейерверком отсюда, наверное, будет просто самым вот потрясающим вариантом. Что она делает сейчас в ступочке толчет, это соус, нам прикус... С ним едят овощи в прикуску, и рыбку, и мясо, ну, для рыбы он, по-моему, больше подходит. Вот так вот все в ступочке толчется. Все это есть вообще, в принципе, все эти соусы есть покупные в банках, но тайцы сами их готовят, потому что, ну, как бы, когда все свежее, оно, во-первых, не такое приторно-сладкое, не такое приторно-острое, без консервантов, без красителей, ну, то есть свежий перец, свежая зелень, свежие пасты, свежеприготовленные соусы, они прям... Вот у них совсем, на самом деле, другой вкус, то есть она, когда она хозяйка угощает чем-то и приносит соус, который сама сделала, это прям вот очень сильно отличается от того, что ты покупаешь в банке, в магазине. Вот, поэтому соусы лучше делать самостоятельно. У меня нет вообще ощущения, что сегодня Новый год, потому что на улице плюс... Сейчас, наверное, плюс 27, нигде нет намека на снег. Ну, в принципе, вот, как бы на Пукете вот ходишь вроде, и не создается ощущение, что Новый год, потому что, в принципе, нигде не стоит особо искусственных елок, ничего так особо не украшено. Новость, что, блин, через неделю Новый год была вот такая, ну, как-то странно. Новый год, тепло, вот. Вот, а мы сегодня не купались, кстати, мы хотели искупаться, но не пошли, так как... Что-то сегодня холодно, прохладно на улице. У нас уже кормят, у нас уже тут этот самый супик со свининой. На самом деле, вот, я думаю, что если бы моя мама вот это увидела, она бы сказала, о, это, блин, сейчас будем, короче, холодец готовить. Ну, т.е. тут просто бульон и кусочки мяса. Ещё, по-моему, какие-то, ну, и всякие коренья, приправки, как обычно, что создаёт запах и вкус, в принципе, этого супа. Тут прям мясо такое на косточке, ну, короче, как российский бульон, вот, когда просто приготовил бульон перед тем, как борщ готовят. Вот это у них как бы суп. Тут куча всяких травок и приправ, и оно очень вкусно. Вот это обычные ложечки, которыми едят все азиаты. Тайцы почти не едят палочками. Основное орудие для еды у тайцев это вот такая вот ложка-черпак. Даже лапшу они едят. У них во второй руке либо вилка, либо палочки. Они просто накладывают всё это на ложку и уже с ложки едят. Время 7 часов, мы поднялись на второй этаж, и тут уже, в принципе, началось такое основное, это же сноу. Вся еда в основном приготовлена, уже собрались люди, которые сидят, кушают. Мы сейчас пойдём к себе тоже что-нибудь вкусного наложим. И да, сзади уже, кстати, видно, я думаю, что видно пейзаж. С лайнеров уже пускают фейерверки, и очень красиво всё выглядит. Я уже сижу кушаю, короче, как я и говорила, обычно это карнира дорис, рис с яйцом, фрайд райт. Дико-дико острый соус. Ой, не могу, я съела соус, и у меня просто, если тоже кушают. В общем, все кушают, всем вкусно. Считается, что они всегда в основном кушают компаниями, то есть редко увечтается, который сидит и один такой в одиноком, вот пахалый, такого не бывает. Обычно это компания людей. Она улечит, надо держать, держать надо. Держать надо, держать. Держи. Держи крепко, Дэн. На часах уже полу десятого, прям всё ближе к Новым годам. Тайцы уже нафигачились, и проще набились. Веселуха мы пробовали, чтобы искать какие-то фейерверки, но это было абсолютно неудачно. Они взорвались прямо где-то здесь рядом. Мы сейчас будем получать подарки, вроде как. Слушай, раздают подарки. Короче, надо листочек вытянуть, и у меня будет всё понятно. Юра сейчас под огородку тянет. Серьезно? 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 Это мой подарок. Короче, мне достался какой-то матрас, и я не знаю, что с ним делать. Сейчас придет Юра, и мы должны сюда выйти. Датки за Юру. Второй подарок. Я рассказываю сейчас второй подарок, который мы выиграли. Первый подарок, он очень большой. Короче, нам надо в Саиланде остаться и сюда вообще переехать. Поехали! 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 Мы все еще ждем, когда будет уже наконец-то 12 часов. Кстати, мы уже успели отпраздновать день рождения дочки Ханяина. У нее день рождения сегодня, по 13 лет ей исполнилось. И она родилась в час 11 минут. Первый января в час 11 минут. Сейчас, короче, все разбрелись по уголочкам. Играют в какие-то игры, беденки, посмотрим, что они там делятся. Тут играют в детях какие-то пазлы, на маленькие совсем деньги, по-моему, там по батам. Там дальше играют в мужики, понемте к ним. Тут дядька играет в деньги, короче, в карты на деньги, но как обычно. А кто-то с пистолетом балуется. Играет там в бабки Буха, короче, играет на бабки и там шлейхи все делают. Ладно, я тут ушлю. Такое мило и спокойное время при выжилении. Люди просто спокойно напились и сидят, играют в игры на деньги. Просто никакого дебоша, никто никого не бьет. Все так тихо, мирно. Как будто день празднует новый год. Мы продолжаем ждать, куда будет, у нас сок вот в пейерверке. И мы все это снимаем. Если меня видно, то уже почти-почти-почти 12. И уже начались пейерверки. Камеру все снимаем. И там просто прям шум-бум. Что еще будет? Короче, наш Новый год, наверное, уже подходит к концу. Я уже все, что хотела пожелать вам, пожелала в своих прошлых видео. Я надеюсь, что вам понравилось наше видео о Новом годе встать к семье. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Спасибо вам большое за просмотр. Еще раз поздравляю с наступившим Новым годом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пуриноеienство Продолжение следует...